Здравствуйте коллеги, здравствуйте читатели, которые смотрят прямую трансляцию на сайте kp.ru. Сегодня у нас в пресс-центре мы обсуждаем такой фестиваль, как студенческая весна. Мы второй год идем в связке опять с комитетом по делам молодежи, управление по делам молодежи Новосибирской области. И второй год мы уже выстроили такую цепочку. У нас сначала идет областной фестиваль, потом он переходит в финалы городские, и потом вот по итогам общего фестиваля студенческая весна в Сибири, по итогам галоконцерта, призовых мест, у нас формируется делегация на всероссийскую студенческую весну. Входят все виды танцевального искусства. Музыкальное то же самое, то есть вокал там эстрадный, классический, народный, да, все что угодно. Инструментальное исполнение. Да, есть конкурс журналистика, соответственно, видео, радио, пишущие братья, фото, журналистика. Есть оригинальный жанр, есть театр, вот, и все виды, соответственно, весь спектр искусства, он представлен как раз вот лучшими студентами каждого из регионов. В прошлом году было 65 регионов, в этом году 68, то есть идет по нарастающей. Ну, осталось чуть-чуть захватить, чтобы захватить всю Россию творчеством, осталось чуть-чуть. В принципе, у студенческой весны российской достаточно такие известные победители, ну, в принципе, как сейчас на Евровидении говорили, да, Дина Гарипова победитель студенческой весны в Казани в 10-м году, Дима Билан победитель студенческой весны. Орбенина, да, то есть, ну, в принципе, там, Корнелия Манга, то есть такие люди, которые, Юля Ковальчук, то есть те, которые потом на эстраде так или иначе себя проявляют, они все выпускники студенческой весны. Вот, у нас молодцы танцоры, первое место у нас занял трио из состава шоу-балета экшн тоже, но они у нас тоже традиционные, они в прошлом году тоже заняли первое место. И первый раз, наверное, за всю историю участия новосибирской делегации, второе место у нас занял народный коллектив, ансамбль танца «Надежда» из Аграрного университета. Делегацию Новосибирска среди всех остальных выделяет вот эта вот энергетика, бешеный позитив, причем он реально бешеный, вот, всегда неуемный. В этом году мы под личным были контролем министра МВД, вот, и, соответственно, это налагало как определенное благостное состояние, что все безопасно, но и, с другой стороны, уровень ответственности, потому что понятно, что 2340 студентов – это головная боль всем. До новых встреч. Спасибо, до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.